Всем добрый день! Сегодня 3 сентября. С вами Лина, город Подпорожье, Ленинградская область. Сделала новый миксбордер. Здесь у меня росло всего-всего-всего. В основном лилии. Такие не очень, конечно, сортовые. А все было жалко. Ну, в общем, переделала. Переделала. Здесь у меня посажен пион фестиваль Максима. В этом году делила. Освежила корни. Так, вот на этот уголок посадила ванилу фрайс. Вот такая ванила. Такая шапка огромненькая. И это предполагается штамбом. Немножко искреблено. Ствол искреблен. Но это ничего. Это ничего страшного. Опора есть. На следующий год буду формировать крону. В этом году просто одна шапочка. Так, это у меня... Так, инвизибл древовидная. Здесь распускается скайфол. Так, вот это мискантус. И на свободные места я посадила что? Значит, вот это древовидное. Пин-пин-кошен. Вот они будут расти. Вот эти две древовидные будут вместе стоять. Так, значит, здесь красавчик. Бигрин. Смотрите, не могу налюбоваться в этом году. Сколько шапок. Все большие. И куст огромный. Пожадничала в этом году. Оставила много веток. И все равно красиво смотрится. Это интересно. Если бы я оставила, ну, ветки, например, 3-4. Ну, 5 максимум. Какие были бы шапки? Были бы они больше? Или нет? Вот интересно поэкспериментировать. Но что сейчас он выдал мне? Это, конечно, красота неописуемая. Не наглядеться. Так. Теперь, значит, у меня в этом году здесь посажен геркулес. У меня не было геркулеса в моей коллекции. Так. Ну, здесь у меня ОКС. Это потом выкопается. С краешка растет киушу. Киушу растет на двух ножках. Сейчас подойду вот сюда. Киушу растет на двух ножках. Вот, несмотря на то, что мотыльковый сорт, он так красиво смотрится, таким большим букетом воздушным. И все время на нем пчелы. Подойти страшно. Потому что могут укусить. Но летают, жужжат. Вот сейчас отойду, а то, правда, не дай бог, жвакнут. Но киушу красивые. Красивые. Вот у кого нет мотыльковых сортов, я советую приобрести. Они создают воздушность. Когда постоянно... Вот одни такие бабухи. Ну, красиво, да. Я не спорю. Что и говорить. Вот такая красота, да. Этот сорт у меня называется Удейции. Удейции. Здесь росла Дейция, она погибла. Но как называется этот сорт, я не знаю. Ну, вот так я его маркирую. Смотрите, какая шапка. Вот так, если... Сверху такая ладошка, да. У меня так ладошка сверху. И вот еще вот сюда. Вот такие шапки он выдает. Эта гортензия выдает такие шапочки. Ну что, по краешку у меня растет синюха. Кажется, что простая, такая простая. Но посмотрите, какая у нее варигатная листва. Никогда от нее не откажусь. Хотя она и простенькая. Потом вероника колосковая. Тоже немножечко ее поделила, облагородила. Здесь два маленьких барбариса. Они такие будут, низенькие. Вот эта розочка. Эта розочка бордюрная. Каждый год она у меня исчезает в зиму. Думаешь, ну все, нет ее, нет. Все равно выходит. Все равно выходит она такая бордюрная розочка. Низкорослая она. Небольшая. Ну и что. И вот в эту ямку я сейчас посажу литл фреско. Огромные шапки. Вот литл фреско. Огромнейшая, огромнейшая. Вот такая корневая система. Рост в 10 литрах. Ну, теперь нашел свое постоянное место. Вот так немножечко. Так нарушу. Корешочки. Снизу тоже нарушу корешочки. И в ямку. И положу удобрение. Фертика осень. Ой, кстати, а где у меня это удобрение? Где у меня это удобрение? Где-то было в ковшечке. А? Вот в ковшечке. Вот фертика. Фертика осень. Ну и все. И вот такой у меня будет микс бордер. Практически из одних гортензий. Ну вот, конечно, хочется, чтобы вот эти древовидные подсвели. Но вот в этом году не цветут. Из-за того, что весна была такая. Ну вот такая моя сегодня утренняя работа заключается в создании такой красоты. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.